Данил Сербинович студент третьего курса. Занимается программированием и вот уже полгода вместе с другими начинающими инженерами создает протез нижней конечности. Все этапы испытывает на себе. К своей потере относится с юмором. Ногу ему ампутировали четыре года назад. В больницу попал после падения с высоты. Я уже на это внимание не обращаю. И как такую фишечку мою расцениваю. Ну типа это у него у всех есть. И какая-то такая индивидуальная особенность. Не знаю, мне нравится. Если бы мне предложили сейчас вернуть ногу, я бы, наверное, не согласился. У Данила есть несколько импортных протезов. Они удобны и сделаны профессионалами. Разработка его команды пока несовершенна, но уже с большими преимуществами. Главная особенность отечественной углепластика и его доступность. Всего на реализацию задумки требуется 150 тысяч рублей, что в десятки раз меньше стоимости аналогичных зарубежных устройств. Все бионические протезы, которые в мире сейчас продаются, это огромные деньги. Не каждый человек может позволить себе это купить, либо встать в очередь. Вы знаете, существует квота федеральная. Поэтому вот этот ответ Дальневосочного федерального университета, вот этот вызов, который мы бросаем на рынок высоких технологий биомедицинских, это, конечно, большая смелость. И мы попытаемся с этой стороны, я имею в виду ректорат университета, поддержать эти начинания студентов, чтобы они могли их реализовать. В проекте участвуют три команды. 15 студентов с разных направлений. Это и дизайнеры, инженеры, биологи, медики. У каждого своя задача. Например, команда «Эксофит» разрабатывает электростимулятор для инвалидов-колясочников и людей после инсульта. На человека надевается экзоскелет, на человека с ограниченными способностями надевается нейростимулятор, электроды подключаются к ногам и с помощью телефона он может нажать на кнопочку «Левый шаг» и у него левая нога сделает шаг. Правая нога – правый шаг. Сесть, сесть, встать, встать. Другая команда презентует прототип протеза верхней конечности. Уникальность в том, что человек сможет двигать искусственной кистью. По словам студентов, такие протезы используют только 15% нуждающихся. Цена слишком высокая. Наш мозг окружен множеством различных электромагнитных волн и с помощью этого шлема мы их отлавливаем, а дальше уже программно мы их фильтруем и, соответственно, после фильтрации за счет определенных факторов, обострения за счет определенных факторов, то есть, например, вот это у нас сейчас настроено на внимание. Если мы обостряем внимание, то процесс, соответственно, принимает какое-то положение. Битва инженеров в университете началась в октябре прошлого года. Участников консультируют специалисты из медицинского центра ДВФУ. Работы оценивает лично главный врач. По итогам финала конкурса одного победителя не выбрали. Каждая команда получила возможность бесплатно выезжать на любые научные конференции, связанные с нейроинженерией. Наша идея, самая ближайшая, которую мы планируем, это подготовка команд от ДВФУ на такое мероприятие, которое называется «Ски-батлон». Оно пройдет в 2020 году. Это соревнования вот таких команд, которые разрабатывают протезы, нейроинтерфейсы, экзоскелеты, какое-то силовое оборудование, что-то типа колясок инвалидных, которые могут перемещаться в любой среде. Сами студенты на достигнутом останавливаться не планируют. Свои идеи не хотят воплотить в бизнес, а разработки использовать в качестве тем для дипломных работ. Уже в ближайшее время протезы рассмотрят на предмет патентования. О запуске серийного производства можно будет говорить не раньше, чем через год или два. Валерий Белоус, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.